Всем привет, ребята, меня зовут Артём, вы находитесь на официальном канале Шарарама и сегодня у нас новый выпуск «Кто хочет стать миллионером». А в гостях у нас Дисмембер Юля и крутой Ласан Тимур. Ребят, поздоровайтесь. Приветствую. Так, напомню тогда правила игры. У вас есть всего 15 вопросов и 30 секунд на каждый ответ. Также не забывайте про бонусы. Первый бонус — это 50 на 50, второй — право на ошибку и третий — замена вопроса. Итак, выберите две несгораемые суммы. Давай. Получается восьмой вопрос и... Может, тринадцатый? Давайте. Так, значит, восьмой и тринадцатый, да? Да. Хорошо, тогда приступаем. Желаю вам удачи. Итак, первый вопрос. В какой локации зимой совсем нет снега? А — каньон, Б — пляж, В — ромашковая долина, Г — главная площадь. Так, ну, главная площадь есть, в ромашковой долине тоже есть. Давайте каньон. В каньоне. Вы уверены, да? Подождите, Юля, ты что думаешь? Я считаю, что это каньон. Я тоже. Сто процентов. Да. Итак, А — каньон. И это совершенно правильный ответ. Переходим к следующему вопросу. Какие перелетные птицы первыми возвращаются весной? А — скворцы, Б — жаворонки, В — грачи, Г — гуси. А, говоришь как без грачи? Ты уверен? Так, ты сказал, что не уверен. Ладно, грачи. То есть ваш вариант ответа — В — грачи. Да. И это совершенно правильно. Переходим к третьему вопросу тогда. Кто первый разыгрался в унию в серии «Первое апреля»? А — каркарыч, Б — крош и ёжик, В — бараш, Г — лосяш. Крош и ёжик. Вы уверены? Да. Да. А каркарыч? Каркарыч был второй. Он её разыграл, когда он там вытворился, что он поперкнулся. Ага. И это совершенно верный ответ. Молодцы. Переходим к четвёртому вопросу. Итак, какие цветы самыми первыми вырастают из-под снега ранней весной? А — ромашки, Б — мать и мачеха, В — подснежники, Г — маки. Определённый ответ — «П» или мать и мачеха. Одно из двух. Итак. Давайте подснежники. Это совершенно правильный ответ. Конечно же, подснежники. Какие ещё? Ну, они так и называются, собственно, подснежники. Первые цветы весной. Итак, значит, переходим к пятому вопросу. Сколько всего цветков растёт в турфирме? А — три, Б — шесть, В — восемь, Г — девять. Три. Ээээ, ты сейчас спутал, мне кажется, с этим, как у вас, с другой локацией. Подожди, я точно помню квест — собрать шесть этих песков. Их там просто не может быть именно шесть, то есть их три. Их не девять. И какой там последний был? Восемь ещё было. Восемь точно не может быть, девять тоже. Или шесть, или три. Но вроде как был квест, этот, шесть собрать. То есть их должно быть три. Подожди, нет, там два дерева вроде как, на котором по три этих. Значит, шесть? Давайте шесть. Это правильный ответ. Фух. Переходим к следующему вопросу. Итак, шестой вопрос. Кто из смешариков случайно оказался внутри чучела в серии Масленица? А — Бараш. Б — Крош. В — Копатыч. Г — Пин. А, Баш. А может, Крош? Нет, Бараш. Ну, Крош такой, это, заводной, там, может, попал случайно, нет? Всё-таки, всё-таки давайте Бараш. Ах, как бы вам сказать так. Это совершенно верный ответ. Неплохо знаете серии, но ещё всё впереди. Переходим тогда к седьмому вопросу. Какие деревья или кустарники весной распускаются первыми? А — Осина. Б — Шиповник. В — Ясень. Г — Верба. Верба. Может, Верба? Какие глянды? Ещё раз. А — Осина. Б — Шиповник. В — Ясень. Г — Верба. Г. Верба, думаю. Точно? Думаю, да. Да, тоже так же думаю. И это совершенно верный ответ. Переходим к восьмому вопросу. Вот тут, кстати, за Юлей больше, я считаю, вопрос. Итак, сколько всего прожекторов находится в доме мод? А — Два. Б — Четыре. В — Пять. Г — Шесть. Честно, вообще даже не предполагаю. Так, эм... Варианты ответа Киркерус. А — Два. Б — Четыре. В — Пять. Г — Шесть. Четыре. Точно? Точно должны быть освещены манекены. Ага. Г — И еще одна зона. Так что я думала Четыре. А может, пятый там еще на входе? Г — Не было ответа. Пять. Г — Был. Г — Пять. Итак, ваш окончательный ответ — Четыре. Г — Да. Г — Да. Г — Барабанная джеб. Такая чух-чух. Совершенно верно. Четыре, конечно, прожектора. Верно, Юля сказала. Два над... Над чем-то там? Над подиумом, над самим. И еще два над нарядом. Да, получается? Итак, переходим тогда к девятому вопросу, о чем вспомнил Каркарыч в серии «Забытая история». А — о том, как прыгал по лужам. Б — о том, как прыгал по лужам и заболел. В — о своем давнем друге. Г — о рецепте. О том, как прыгал по лужам. А. А Савуня же ему говорила о том, ну, может быть, он забыл то, что он как прыгал по лужам и заболел. Это было ошибочное предположение. То есть просто прыгал по лужам. Да. Да. И это верный ответ. Да, он нашел свой кораблик, и они вместе с Лащасом и Савуней пустились его пускать по речке. А Крос с ежиком уже, так сказать, наблюдали за ними. Итак, десятый вопрос. Какой народный праздник знаменует окончание зимы и приход весны? А. Коляда. Б. Святки. В. Масленица. Г. День смеха. Даже не знаю. Наверное, В. Масленица. А может, Коляда какая-нибудь? Не знаю. Давайте спросим Юля. А, наверное, Масленица. Ага. Ну ладно. И это совершенно верный ответ. Переходим к одиннадцатому вопросу. Кто из Мишариков решил, что он должен быть бабочкой в серии «Бабочка»? А. Копатыч. В. Лосяш. В. Фин. Г. Ёжик. Лосяш, конечно. А вдруг Копатыч? А. Лосяш в какой-то там программе услышал, что раньше они кем-то другим были при Резерве. И он отправил письмо в редакцию, и там ему сказали, что он был бабочкой. Из-за этого он захотел стать. То есть ваш окончательный ответ — это Лосяш, Б? Да. Совершенно верно. Переходим тогда к двенадцатому вопросу. Какая магия отдается за второй уровень мага? А. Магия сумерки. Б. Магия робот. В. Магия привидения. И. Г. Магия солнышка. Солнышко. А может сумерки? Солнышко. У меня есть только солнышко. Солнышко. У меня есть только солнышко. Я как раз спустилась с десятого уровня мага на второй. Я уверена. Хе-хе. Ну повезло. И это совершенно верный ответ. Переходим тогда к тренадцатому вопросу. Только весной собирают сок, который невозможно получить другим образом. Что это за сок? А. Березовый. Б. Мятный. В. Липовый. Г. Мятный. Ну, березовый. А может мятный? Мятный можно быть летом, хоть когда. Так, я с Вашей, с Тимуром, думаю. Конечно же березовый, какой еще можно собирать? Это совершенно верный ответ. Переходим к 14 вопросу. Что смастерил и сразу же неожиданно опробовал ПИН в серии водные процедуры? А. Самолет. Б. Лодку. В. Железную няню. Г. Игровой автомат. Б. Лодка. Лодку. И это совершенно верно. Конечно же лодку. На чем еще в принципе могут передвигаться по воде в серии водные процедуры? Итак, и тогда получается последний уже вопрос. Какие футбольные команды есть в Шарараме? А. Медведи и волки. Б. Крокодилы и антилопы. В. Акулы и тигры. Г. Львы и зебры. Акулы и тигры. Да, акулы и тигры. Мне кажется, там медведи и волки были, нет? Мне кажется, что все-таки тигры и акулы. Вы сами за кого чаще всего играете? Акула. И это совершенно правильный ответ. Что, поздравляю тогда вас. Вы ответили на все 15 вопросов. Вот. Вскоре получите свои подарочки. Вот. Как ваши впечатления вообще об игре? Ой, ну все оказалось менее сложно, чем мы думали. Но все равно где-то приходилось подумать. Страшно было. Ну, как видите, главное попробовать. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. Да. Вопросы не из игры и не из мультика поставили немного в тупик. Но повезло. Но они такие, это не особо, сказал бы, что сложные. Ну, просто это было неожиданно. Да, я тоже думаю, как так? Но умеем удивить. Ну, в целом, как вам игра? Все понравилось? Да, все отлично. Вполне. Окей. Ну, и на этом выпуск «Кто хочет стать миллионером» подходит к концу. Ой, чуть не забыл. Мы же подготовили вопрос для наших любимых зрителей. В северном полушарии Земли весенние месяцы – это март, апрель и май. А на какие месяцы приходится весна в южном полушарии? Ответ пишите в комментариях. Мы выберем победителей, и они получат небольшой подарочек. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»